Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Совет депутатов муниципального образования укомплектован. Покупать или опасаться? Рейд по торговле выявил грубые нарушения. Красивая победа! Дебютант конкурса «Лучший дворик» стал победителем. Территориальная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов депутатов Совета муниципального образования «Город-курорт Анапа», прошедших 13 сентября в единый день голосования. На 27 депутатских мандатов претендовали 102 кандидата. Анапчане сделали свой выбор и своим голосованием сформировали состав Совета. Итак, в новый депутатский корпус третьего созыва вошли 21 представитель партии «Единая Россия», один справедливо рос и пятеро самоводвиженцев. Вместе с тем обновился Анапский парламент лишь отчасти – 16 избранных 13 сентября депутатов из прошлого второго созыва. Новых имен в местном совете – 11. На свою первую рабочую сессию депутаты третьего созыва соберутся в последних числах сентября. Скорее всего, посвящена она будет организационным вопросам, выбору спикера и секретаря, а также формированию состава комиссий. Активисты и жители дома номер 36 в 12 микрорайоне пригласили мэра Анапы в свой двор продемонстрировать, как удачно может сочетаться общественная инициатива и поддержка городских властей. Подарок городских властей пришелся ко двору. Детвору новые тренажеры притягивают, как магнит. Какая красота. Порфейер здесь побросали на лавочку, все туда. Тут бабы или выскочили, давай, думаем, какой-то. Ну, вот, сегодня сегодня, я сегодня с вами работаю, в 8 утра, да? Ну, это уже... Да, да, да. Вечер, мы уже в этом время. Мы с вами, молодые. Ну, как вы, как вы. Спасибо. Хорошо, большое вам спасибо. Все хорошо, но замечание и серьезное Сергеев и сказывает. Мэр города не изменяет его наблюдательность. Площадка небезопасна для малышей. Тренажеры должны располагаться в один ряд, считает он. Если это типовой проект, то от него надо отказываться. У старшего поколения есть вопросы к голове. Почему стройку в этом районе начинают в 6 утра? Сергей Сергеев поручает своему первому заместителю проверить и добиться от застройщика соблюдения закона. Земля-подстройка была отдана в 2009-м. Почему тогда не было обращений в администрацию? Есть государственная экспертиза. Они ее прошли. Но по этажности, я вам обещаю, что сколько есть по правилам землепользованных застройщиков, вот ни одного сантиметра выше нет. А все остальное мы сейчас давим. Вот это тоже построил, вы думаете, кто? Это построил один из застройщиков. Понимаете? А и сегодня мы будем заставлять. Детские сады. Мы сейчас три детских сада понадобились строить. Те, кто строит, ну, какие-то домики. Потому что, ну, за бюджет. Если мы будем строить детские сады, мы не будем делать благоустройство. Мы не будем озеленять город. Ну, многое не будем делать. Зимой будем по снежу ходить. То есть у нас не хватит средств. А бизнес хочет развиваться, но он должен с городом внести. Бизнес только предстоит приучить к социальной ответственности. А вот общественники здорово помогают городским властям в благоустройстве родного города. Сергей Сергеев часто бывает в гостях у активистов 12-го микрорайона. Всегда готов выслушать и поддержать их предложения. Здесь очень много людей собирается, детей. У нас есть дети, допустим, которые уже в школу ходят, да, а есть мелкие, начиная с годика. Вот здесь, допустим, для самых маленьких. Такие маленькие, эти качинки, горочки. Вот эту пешеходную дорожку сюда, допустим, проглить, лавочки поставить. Для самых-самых маленьких. И вы согласны участку. Городские власти отсудили этот участок участника и вернули муниципальную собственность. Вернули людям, чтобы сделать еще одно уютное место для жителей микрорайона. Придать торговле современное звучание не удастся, пока хозяевам бизнеса откровенно наплевать на закон. Большой рейд по магазинам потребительского общества «Анапаторг» ошеломил своим отношением к покупателям. Магазины потребительского общества «Анапаторг» даже без пристального осмотра специалистов отражают абсолютное равнодушие к своему делу и людям, а также полное нежелание продавцов соблюдать элементарные требования санитарей и правил торговли. Такое товарное соседство – злейшее нарушение и яркая картинка для Роспотребнадзора. Лицо вместе с рыбой хранится. Это вообще ужас. Тут же пиво. Можешь снять, как мухи летают и клобаса даже. Плюс еще белый цвет говорит о том, что уже, скорее всего, плесень. Прямо на пороге валяется размокшая коробка с рыбой. Рыба потеряла товарный вид и дальнейшая реализация не подходит. Даже толстый слой наледи в грязном холодильнике не убивает запаха полуразложившегося мяса. Без маркировки, без всего. Что это такое? Когда это? Посмотрите. Вот это вот все порвано, видите? Запах специфический стоит. Все это вообще. Это ужас. На товар нет накладных и трудно понять, сколько времени уже усыхают здесь эти сосиски. Непонятно, откуда это все. При этом у каждого магазина весь товар вывален прямо у стен, как на базаре. Не приходится говорить о культуре торговли и в винных лавках. Все без лицензии, зато под изысканное название. Полиция в этот день изъяла почти тысячу литров несанкционированного алкоголя. Руководитель потребительского общества «Богинская» и арендатор магазинов-нарушителей вызваны в административную комиссию и будут оштрафованы. Составлены протоколы и направлены в Роспотребнадзор. Такой торговли не место на курорте. Несанкционированная и уродливая торговля не украшала наш город в курортный сезон, а теперь и подавно у продавцов находится оправдание. Курортный сезон на исходе. Специалисты управления муниципального контроля провели мониторинг торговых точек в селе Витязево, в ходе которого был выявлен ряд нарушений. Черноморская – одна из центральных улиц села Витязево. Часть ролетов уже закрылись в ожидании следующего сезона. Однако оставшиеся коммерсанты продолжают выставлять продукцию за границы своих точек с целью увеличить торговую площадь. Несмотря на то, что ассортимент товаров стал меньше, всевозможные вешалки и коробки с распродажами продолжают заползать на тротуары и газоны. Развешивая товар на столбы, прислоняя стойки к торговым местам, подпирая вешалки камнями, предприниматели превращают представление о торговле на курорте в стихийный базар. При этом понимают, что неправы и при виде сотрудников администрации коммерсанты спешат собрать свои товары с дороги. Недобросовестным предпринимателям сделаны десятки предупреждений только за прошедший месяц составлено более 300 протоколов за нарушение правил торговли. Специалисты передают материалы на рассмотрение административной комиссии, где определяют сумму штрафа. За повторное нарушение предприниматель заплатит штраф в разы больше. Малокомплектная школа. Быть или не быть? Дискуссия вокруг школы в поселке Рассвет не смолкает. Мы побывали в сельском храме наук и узнали, как там начался учебный год. На фоне городских школ, где за партами одновременно садятся сотни детей, здесь непривычно. В классах семь учеников. Мечта любого родителя. Индивидуальный подход. Но для сельской школы это не повод для гордости, а скорее причина для беспокойства. Родители очень обеспокоены, что школу запроют, что здесь недостаточно количества учащихся. Я думаю, родителей нужно поддержать. И ни в коем случае, чтобы наша такая красивая школа была полупустой. Но как это ни странно, ответ на вопрос, есть будущее у школы или нет за родителями. Позицию городских властей озвучил глава Анапы. Ну только ленивый не написал. Сергей Павлович, ну не закрывайте, пожалуйста. Да я вам ответственно заявляю, в голове даже такого не было. Если кто-то предвыборную игрушку какую-то сыграл, моя глубочайшая уверенность и убежденность, я давно о ней говорил. Если в населенном пункте нет школы и нет ДК, значит этого населенного пункта со временем не будет. Проблемами взрослых, похоже, прониклась даже ребятня. Поэтому на вопрос, не скучают ли они в своей маленькой компании, горячо доказывают, их школа самая лучшая. Мне наоборот, чем меньше людей, тем лучше. Мне весело в ней играть, бегать, прыгать, скакать, уборки делать, чтобы красиво было, подтягиваться, в теннис играть. А мне нравится учиться. Условия для учебы и правда хорошие. У нас прекрасная столовая, замечательный коллектив, библиотека, все технические средства, учебные пособия. Все, абсолютно все есть для того, чтобы детки учились. Дебют и сразу первое место. В городском конкурсе на самый уютный двор жильцы дома номер 6 по улице Крылова приняли участие впервые. Что же привело дружных жителей к успеху? Типичный дом, 5 подъездов, 9 этажей. Люди жили по соседству 20 лет и не были знакомы. Когда в доме поселилась Татьяна Зеленкова, все изменилось. Она решила взяться за невзрачный полисадник и посадила в нем цветы. Соседи сначала отнеслись к этому скептически, но вскоре вместе с первыми бутонами в людях расцвела надежда и образовалась инициативная группа. Первым делом запретили машинам заезжать на газоны и оборудовали стоянку. Огородили территорию, закупили саженцы. И чудо, на субботник вышел почти весь дом. Очень сдружила соседи. Если изначально на клумбе, допустим, работала вот на той Сергея Николаевича, мы с ним в паре, тут еще Анатолий Степанович помогал, Надежда помогала, то затем вот с нашего подъезда из 36-ти 18 уже активно участвуют, то есть помогают. Если изначально самостоятельно мы свои деньги приобретали и рассаду, и цветы, и посадочный материал, и химикаты, и для обработки удобрения, все, то сейчас люди подключаются и самое главное, что благодарят. Березы, каштаны, платаны и рябина. Больше ста деревьев украшают двор. Цветов колоссальное количество. Руководит этим процессом ветеран труда и труженик тыла Любовь Секетина. Она 21 год трудилась в Анапском питомнике и к цветам относится, как к собственным детям. А за ними надо ухаживать так, как за ребенком, точно. Не будешь ухаживать, ничего не будет. То черенкуешь, то прививаешь, вот это вот все, то рассаживаешь, все-все-все так. Любовь надо как-то, я с ними разговариваю. К труду привлекаются не только взрослые. На прополку с удовольствием выходят и дети, а жители соседних домов приходят перенимать опыт. Неоднократно, проходя мимо, вот занимаешься прополкой или поливкой, подходят просто жители города, которые мимо проходят и восхищаются красотой клумб. Благодарят. И так это приятно, потому что не только твои соседи близкие, а люди. Некоторая женщина, я даже не знаю, на низ нашего микрорайона предлагала рассаду цветов. И потом однажды прихожу, а у скамейки стоят колокольчики. И я поняла, что это нам саженцы колокольчиков белых, красивых. У нас как раз их не было. Свою награду жители самого уютного дворика Анапы получат в день города. Но на этом благоустройство территории не остановится. В планах укладка асфальта, есть желание оборудовать зону отдыха и разбить новые клумбы. Завершит выпуск прогноз погоды. Четверг, 17 сентября, в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-26 градусов, ночью до 20 градусов тепла. Ветер восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа», в котором можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.